АПЛОДИСМЕНТЫ Медицинских работников больницы – это выпускники нашего училища. Это очень приятно. Поэтому поаплодируйте себе. Немножко отойдем от стереотипов. Я бы просто фразу, ну да, скажу, свершилась, да? Для многих из вас закончился этап обучения. Кто-то будет вспоминать эти годы или кто-то вздохнул сегодня с облегчением, что все закончилось. Кто-то потом сожалеет, что так быстро это все окончилось. Но, тем не менее, это жизнь, перед вами открыты пути, дороги, которые единственным правилом вы должны выбрать. Кто-то пойдет учиться дальше, и мы будем только приветствовать и ждать у себя. Кто-то поедет работать в село и будет и мамой, и папой, и доктором для жителей этого села. А кто-то, может, и не пойдет, но зато обязательно пронесет в сердце и должен пронести в сердце высокое звание медика. Почему? Потому что я и своим сотрудникам на каждой оперативке практически говорю, ребята, если у вас есть чувство сострадания, вы настоящие специалисты. Наверное, я скажу несколько вещей, которые важны по опыту работы. Первое. Научитесь прощать. Люди разные будут поступать. Не копите зло в себе. Зло или обиду, вы понимаете, это яд. Яд, который копится, а вы копите его в себе в надежде, что вас укусит и отравится. Такого не будет. Вы травите себя, поэтому научитесь прощать. Второе. Научитесь просить прощения. Это тоже важно для медика. Третье. Вы все прекрасно, как медики, понимаете, чем человек отличается от существ других живых организмов. Это умение монолизировать. Вот анализируйте все свои поступки, все свои дела. Почему? Потому что без анализа нету четвертого цели. Цели, к которой вы должны идти, которые вы себе поставите. Поэтому вперед к этой цели. И всего самого хорошего, ну, ой, забыл очень важный момент, учителя. Ребята, это честно говорю. Ну вот вы сегодня выпускаетесь как выпускники медицинского училища. 35 лет назад я выпускался как ученик школы, да? Но мы до сих пор в сердце несем имена учителей, которые нас учили. Вы тоже никогда не забывайте об этом. И для информации. Клятва Гиппократа на 80% состоит из слов, которые касаются отношения учитель-ученик, ученик-родители. Поэтому не забывайте. И каждый год я предлагаю вам, это здорово, смотреть, как кто развивается, собираться и всегда приглашайте учителей. Всего хорошего. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ